У нас уже есть один ребёнок, приёмный. Хотим второго. В новом выпуске «Зови меня мамой». Саш, Белялечку надо? Ты будешь с ней играть? Да! Мы хотим найти девочку. Есть в базе большое количество детей с 4-й и 5-й группы здоровья. Это очень серьёзное решение. О, и наша красавица! Хватит ли у них сил, чтобы поднять двоих детей? У неё недоношенность небольшая и у неё порог сердца. Как порог сердца сына? Как будешь справляться с двумя больными детьми? Ну, всё должно получиться. «Зови меня мамой». Новый сезон. В понедельник в 19.30. На Юг. Весь контент Ю теперь выходит на канале «Мама в 16». Поддержите нас. Подпишитесь на этот канал, поставьте лайк этому видео и оставьте комментарий. Спасибо. Вы лучшие. По официальной статистике, каждый второй брак в России заканчивается разводом. По данным социологических исследований, каждая третья семья из этих разведённых мечтает сойтись. Реалити-эксперимент «Бывшие 2.0» даёт им шанс. Прямо сейчас на ваших глазах бывшие супруги поймут истинные причины расставания, попробуют договориться и узнают, как это сделать. Но войдут ли они в эту реку дважды? «Бывшие 2.0» на телеканале «Ю». Анжелика и Александр Давиденко были в отношениях 7 лет. Из них 2 года в официальном браке. 2 месяца назад они развелись. Бывшие супруги считают, что причина их расставания – вспыльчивый характер Анжелики и её нежелание замечать поступки Александра, а также потери ребёнка во время беременности. Инициатором развода был Александр. А Анжелика стала инициатором примирения и обратилась в проект «Бывшие 2.0». Обращаюсь в проект за помощью, потому что вот уже 2 месяца, как мы разошлись с моим мужем, и я верю в то, что всё можно вернуть, но самим нам точно не справиться. Я надеюсь, что на проекте нам поможет психолог, и получится сделать так, чтобы мы снова были вместе. 3 года. Родился на Сахалине, а позже переехал с родителями во Фролова. По образованию – организатор культурно-досуговой деятельности. Анжелика и Александр познакомились в общей компании друзей 7 лет назад. Они тогда учились в школе. Их первое свидание прошло в городском парке. Он включил музыку, и мы вот затанцевали. Вот это был очень сказочный момент, как вспышка такая, вот когда в жизни что-то вспоминаешь, ты всё равно вспоминаешь каким-то ярким моментом. Вот это один из таких прям ярких моментов. После школы Анжелика и Александр вместе поступили в Волгоградский институт искусств и культуры, но на разные специальности. Молодые люди стали жить вместе в студенческом общежитии, а через полгода сняли квартиру, где начались первые ссоры. Я плохо мыл посуду, она мало готовила. Я плохо мыл полы, она плохо заправляла кровать. Я думаю, мы оба постарались для ссор. Большую часть жизни Анжелика была повспыльчивее меня. После окончания учёбы Александра призвали в армию. Перед отъездом он сделал Анжелике предложение. Мне показалось, что ей понравится, что если я немного её разыграю. И вот я уже подготовил кольцо. У неё происходила индивидуальная автосессия. Кольцо было за моей спиной. И я ей говорю, так, Анжелика, ты должна встать вот здесь, смотреть туда. Я видела классную фотку. Сейчас мы должны её повторить. Она ни о чём не подозревая просто оборачивалась назад. И я там стою уже на одном колене. На её лице был шок. Она прыгала от счастья, она объезжала. Она сразу же сказала да. Через год Александр вернулся из армии, и они с Анжеликой поженились. Самый лучший день – это день свадьбы. Я настолько счастлива и не была ни в один день в своей жизни. И было всё. И весело, и где-то там, где поплакать, и все традиции. Всё было учитано. Через полгода после свадьбы Анжелика забеременела. Мы провели гендер-пати, пошёл синий дым. Мы вообще с Сашей хотели, чтобы там девочка была первая. У нас были заранее придуманы имена двум детям. Причём мы их придумали через месяц, как начали встречаться. Для мальчика было имя Марк. Мы привыкали потихоньку. Нам было, конечно, в ней немного так срано было ощущать, что там говорят, что ты мама, ты мама. На 18-й неделе беременности врачи обнаружили у плода порог сердца и поставили диагноз «Тетрадофало», который после появления ребёнка на свет приводит к задержкам развития, гипоксии, коме и летальному исходу. Врачи порекомендовали прервать беременность. Я просто смотрела в врача. Несколько раз мне объясняла. Я ему говорю, я ничего не понимаю. Я говорю, я не здесь. Можно мне ещё раз? Можно мне ещё раз? Прозвучали самые тяжёлые слова, которые я только мог услышать. Нужно было, да, принять решение, оставляем мы ребёнка или нет. Как будто бы оборвалась даже моя жизнь. На 20-й неделе Анжелика и Александр приняли решение прервать беременность. Я не знаю, откуда у нас столько сил было в тот период. И я помню, у нас было такое, что... Хотелось, чтобы почувствовал вкусы какие-то. Было, что я не кушала ещё. Я старалась в этот период покушать. Или, например, мы гуляли там. Тогда я уже встал в позицию сильного защитника. Я просто был рядом. Это такой просто разрыв. Но при этом при всём... Мы же все знаем, что ребёнок, он тоже испытывает все эмоции, которые испытывает мама. Мы шли, гуляли в парк, улыбались, радовались, сладкую вату кушали, фотографировались на память. Мы понимали, что просто так, что всё прошло и мы забыли, не будет. Это в нашей памяти. Ну, у нас есть малыш Марк. Буквы помнишь, как пишется? Нет! И помоги ей. Алло, я с тобой разговариваю. В новом выпуске «Няня особого назначения». Здравствуйте, как ваши дела? Садись. Нет! Все пляшут на голове. Каждый день одно и то же, как день сурка постоянно. Дети могут таким образом привлекать внимание, совершать какие-то шалости. И с детьми тебя никогда нет. Когда-нибудь будешь принимать участие, а? Хотелось бы, чтобы папа принимал участие. Да, 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 да. Если вы хотите, чтобы дети слышали вас, научитесь слушать детей. Попробуйте. Спустя неделю Анжелику госпитализировали. Перед тем, как врачи вызывали искусственные роды, ей предстояло принять три таблетки, которые останавливали жизнедеятельность плода. Один день – одна таблетка. Как меня ломало просто до жути. И вот вторую таблетку я вынесла вот так в пакетике, в бумажке, завернутой Саше, на улицу. И я говорю, я не могу, не могу, не могу, и все. Он говорит, надо, надо. Вот он со мной был. И есть песня. И сказал мне, Ангел, чуть-чуть продержись. Я завтра подарю тебе новую жизнь. Я ее вот прочувствовала про себя. Я просто рыдая спела эту песню и выпила эту вторую таблетку. Это было самое, наверное, молчаливое решение, которое мы принимали. Мы общались только глазами. И вот за ночь до он так сильно вот так пинался. И я точно знала, что это все. Это ночь, и я тоже плакала. Утром я проснулась. И вот все. Шевелений никаких нет, и жизни точно нет. Мне дали таблетку, начали уже провоцировать роды. Она мне отправляла голосовые, о которых сама даже не помнит. Это просто крики и стоны о том, что ей, видимо, больно. Потерю ребенка Анжелика и Александр переживали по-разному. Анжелика искала поддержку в социальных сетях, общалась в сообществах для матерей с похожими трагедиями. И прошла терапию с психологом. Александр замкнулся в себе. Не могу сказать, что какие-то скандалы или еще что-то участилось. Но явно какое-то напряжение чувствуется. Мы с Сашей, конечно, по-разному воспринимали это все. Мне хотелось делиться, хотелось говорить. Ему, наоборот, ровно. Хотелось закрыться, хотелось молчать. И я такая закрылась. Я ушла вообще куда-то в свой мир. Я работала, и я не уставала, потому что мне надо было куда-то хоть как-то отвлекаться. Довиденко приняли решение развестись. Инициатором подачи заявления стал Александр. Анжелике и Александру предстояло дождаться 30 дней до расторжения брака. Я ушла сильно в работу. Я работала 24 часа в сутки. И мне это было, это нужно было. Если бы не было, мне было бы трудно. Отец Александра, Владимир Довиденко, работает вахтовым водителем на Сахалине. Мать Светлана – поваром. Мать и отец Анжелики, Светлана и Вячеслав Зазуля – ландшафтные дизайнеры. Родители узнали о разводе уже постфактум. Сказали об этом родители. Родители были недовольны. Это все сказалось на всех. И даже с родителями у нас тоже пошел небольшой разлад. Два месяца назад Довиденко развелись. Анжелика осталась жить в их съемной квартире, а Александр переехал к друзьям. Бывшие супруги называют три основные причины развода. Одна из причин, возможно, это то, что мы не смогли пережить наше горе. Саше не нравится, что я слишком вспыльчивая, эмоциональная. И это тоже одна из причин, почему мы не можем быть вместе. Как я считаю, Анжелика очень жадная на похвалу. Мне этого очень сильно не хватает. Согласно правилам проекта, в течение недели участники эксперимента должны повторять лучшие моменты, которые у них были в браке. Свидания, романтические события, встречи с близкими и друзьями. В психологии этот метод называется якорь. С помощью физических действий или предметов закрепляется позитивное реагирование на события. Кроме этого, с участниками эксперимента на совместных и индивидуальных встречах будет работать психолог. Специалист по вопросам семейных отношений, кандидат психологических наук Михаил Хорс. Именно он является создателем методики реалотерапия, которая основывается на подходе наглядной психологии. В начале эксперимента бывшие супруги Александр и Анжелика должны были встретиться, чтобы повторить свое первое свидание, встречу в городском парке. Но накануне они поссорились. Александр высказал свое сомнение о том, поможет ли им терапия спасти отношения. А Анжелика восприняла это остро и решила вообще не приходить на свидание. Я вообще не поняла его эмоционального состояния, почему он так психовал. Сейчас я в полной растерянности. Мне вообще кажется, что это все напрасно. Я не пойму. Я тут один, что ли, какой-то самый проблемный? Я во всем виноват? Один единственный? Вообще-то мы тут вместе где-то накосячили. Александр и Анжелика приходят на первую встречу с психологом Михаилом Хорсом. Он уже изучил обстоятельства их развода и досье. Одна из причин развода пары – вспыльчивый характер Анжелики. Вы сейчас все еще вместе? Макс изменил мне, я изменила Максу. Из-за чего вдруг произошла измена? Через время у Макса выходит видос, как он целуется с вот этой моей подругой, которая сделала крестной. Ты согласилась выйти замуж за другого мальчика? Я как-то не хотела, чтобы Кирилл, род, без папы. Запрос, с которым вы пришли – вспыльчивость Анжелики. Я бы назвала это не вспыльчивость. Так, а как бы вы это назвали? Эмоциональность. Ну просто вспыльчивость – это когда человек негативно реагирует на негативную ситуацию, да? А я просто реагирую. У Анжелики просто бывает такое, что она за что-то может зацепиться, за что-то неприятное, но оно мелкое. И она может это разогнать до такой степени, что она там уже себе что-то придумала лишнего. Она там уже начинает ругать все вокруг и всех вокруг. Почему я, да, под горячую руку всегда попадаю? Потому что он лезет. Скажите, пожалуйста, мне сейчас, чего вы ждете от своего мужчины, когда вы эмоционально на что-то реагируете? Чтобы он тоже эмоционально не реагировал. Я вспылила, он вспылил, и мы взорвались просто. Один должен сохранять спокойствие. Не должен, но может. Но не обязательно. У него получится. Знаете почему? Потому что мы все люди. А людям свойственно, да, Александр? В том числе и эмоциональная реакция. Просто почему ее это стало тоже задевать? Потому что я раньше таким-то, получается, как бы не был. Я был более податливый, слушался. Он решил резко меняться. Человек решил резко меняться и тоже проявлять свою эмоциональность. Всех никогда не будет устраивать. Просто есть ценности незыблемые, глубинные. А есть вещи бытовые, навязанные зачастую обществом, типа мужчина должен быть командиром в семье. Или мужчина должен за мной постоянно ухаживать. Я должна быть главной для него. Вот эти вещи социально навязаны из книжек или из отношений других людей, в том числе родителей. Вот в них можно двигаться. Когда вы ее поняли, что она есть, эмоциональность вот эта? Например, когда происходила какая-то ситуация, начинали ругать, я начинала резко плакать и не могла объяснить, что произошло. Кто начинал ругать? Ну, там, учителя, там, родители. А поплакать сейчас как вам? Не просто поплакал, когда и отошел, пошел, а именно срыв. А не кажется ли вам, что развод многих пар – это и есть попытка промотать что-то плохое? Я к разводу так отношусь. Люди могут через какое-то время понять, что что-то не так, и просто сохранить это в памяти, как страницу в книге, перелеснуть и начать писать новую. Продолжите фразу. Вы сказали, что что-то не так, как не так. Не так, как... Хотелось бы. В нашей жизни что-то так, как нам хочется, а что-то не так, как нам хочется. Нам сейчас нужно как-то понять, как мы дальше будем действовать. Вот, наверное, сейчас для нас такой период. И пока непонятно, как мы будем действовать. Вы совершаете сейчас колоссальную, на самом деле, работу над собой. Можно поработать и можно что-то менять. И менять – это не значит в ущерб себе. Зачастую меняем мы в моменте, кажется, что в ущерб себе, но на самом деле в перспективе, во благо всем. Кто ваш первый критик? Ну, обычно родители. Конечно. Мне не хотелось бы затрагивать тему родителей. Так, а что вдруг? Ну... Такая болезненная тема? Нет, не болезненная, всё хорошо. Ну, так давайте затронем ещё раз. Мой первый критик – это мои родители. Ну, конечно, родители всегда требуют от своего ребёнка. Не всегда, но... В большинстве случаев. Требовать просто можно по-разному, да? Да. Можно говорить, давай, иди, ты справишься, а можно говорить, четвёрка – плохая оценка. У вас какой был тип? Мне не говорили, что «ох, всё, кошмар, плохо, если четвёрка». Мне говорили, что четвёрка может быть, но ты можешь на пятёрку. Причина наших эмоциональных реакций – это даже не поведение наших близких. Это наше мнение. Например, что нас нельзя ругать. Что если меня ругают, это плохо. Или что если меня ругают, значит, меня не любят. Вот запрос на вот это понимание и любовь. А понимать должны полностью. Как у вас, вы же сказали, я должна быть идеальной и не расстраивать своих близких. Вы плакали, когда вас учитель ругал? Нет. Я как-то всегда с юмором, может быть, даже подходил к этому. Мне нужно было задать один очень важный предмет. И каждый урок я получала то, что «ты не сдашь, ты никогда не сдашь, иди и поменяй, ты не будешь это сдавать». Дошло до такого, что, ну, правда, были истерики почти каждый урок. А кто вот это вот вам обесценивал? «Ты не сдашь, не сдашь?» Учитель. А кто вас поддерживал? Да никто. Ага. Ну, а кто? Родители могли. Прошло там, ну, почти год закрылся. И я просто с самого начала, там, с 10 класса пошла и сказала, я буду это сдавать, нам надо готовиться. У вас учитель выводил из себя чуть ли не на каждом уроке, судя по вашим словам. Родители об этом не знали целый год. Почему вы не пошли и не попросили защиты? Не знаю, я в ней не нуждалась. Но я здесь вижу какое-то недоверие к родителям. Как будто бы… Просто это сначала как-то потихоньку, потом понакатанно, а потом, когда я уже понимаю, что, ну, там, я не готовлюсь, я уже сказала, что я не знаю, как я буду сдавать, я вообще ничего не знаю, учитель мне не помогает, учитель, наоборот, каждый раз говорит, что я не сдам. И дальше что сделали родители? Ничего. Они мне сказали, иди к другому учителю. Я попыталась перейти в другой параллель, но там так не получилось. По итогу сдала. По итогу сдала, да. Но это очень сложная история, долгая. Мы собрали для вас подборку случаев, когда нашим героям очень бы понадобилось знание других языков, но они прекрасно обошлись и без этого. У меня уже все мысли в голове. Или на органы продадут, или в рабство отдадут. Вдруг из меня попер английский язык, на котором я вообще не говорю. Порковор дегустейшн для руси туристов. Дегустейшн, есть? Итак, что мы видим? Есть два уровня эмоциональности Анжелики. Первый уровень базовый. Эмоциональное, чувственное проявление, реагирование на те или иные события. На этом первом уровне, что важно? Уметь давать правильную обратную связь. Задать вопрос. Задать вопрос, что ты сейчас чувствуешь. Да, да, да. И продемонстрировать понимание. Ну да, понимание. То, что вы начали делать, сейчас называется в психологии установить терминологический контракт. Договориться о том, что такое вспыльчивость. Вот вам первый пункт вашего договора. Анжелика может быть эмоциональной. Вот еще вам пункт вашего договора. Проблемы каждого из вас, они общие. Поэтому лучше их озвучивать. Согласен. Вот вам, пожалуйста, согласился человек. Удивительно вообще, я в шоке. Нет, это не удивительно. Это? Прогресс. Что мы видим? Какую реакцию изначально мы видели? Автоматизированную. Удивительно. Прогресс. Приятно было слышать? Вот, не очень. Ну хорошо, мы сейчас играем в это. Что бы вы сделали, сказали? Ну на такое я бы просто промолчал. Вы услышали, Александр, что-то для себя ценное, что вы можете взять из этого объяснения? Не всегда нужно реагировать и стараться быстрее бросаться, помочь. На слово помощь тоже важно заключить терминологический контракт. Вот это вот активное слушание, соучастие. Утихомирить, остановить – это не активное слушание. Активное слушание – это задавание вопросов. О чем вопросы? Об эмоциях, которые испытывает Анжелика. Просто в момент вспыльчивости там ничего не разобрать. Правильно. Поэтому и стоит задавать вопросы. Вспыхнул рядом человек. Ты чувствуешь злость? Ты расстроилась? Я понимаю, это обидно, когда там то-то, то-то происходит. Какая-то неисправедливость? Понимаю тебя. Вспыльчивость Анжелики, она достаточно высокомерная. Это ее желание руководить, быть главной в семье. И есть два способа, как быть главным. Первый способ – это расти самому. А второй способ – это своего партнера, значит, принижать. Если вы постоянно долбите своего партнера и пытаетесь его, ну, по сути, унизить, развивается токсичное отношение. В качестве домашнего задания психолог Михаил Хорс рекомендует Анжелике выполнить тренинг по управлению эмоциями. Ей предстоит перемешать рис с гречкой и разобрать их обратно. А Александру необходимо обдумать и выписать свои чувства и эмоции, которые он испытывает во время конфликта, продолжив фразу «Когда на меня повышают голос, я». Ну, психолог мне нравится. Все говорит по делу, строго, жестко, как нам нужно. Слишком забуализованно он все объясняет. Пока что, мне кажется, он не совсем догадывается, в чем проблема. После развода Анжелика осталась в съемной квартире, где они раньше жили вместе. А Александр на время поиска нового жилья в аренду переехал к общим друзьям, семейной паре Алексею и Владиславе. К родителям Александр не вернулся, так как они живут в 130 километрах от Волгограда. И добираться ежедневно на работу от них неудобно. Это больше теперь моя рабочая зона, потому что ребятам я в качестве компенсации готовлю почаще, чтобы им стало поприятнее. Вот спасибо, например, говорят, уже тоже почаще слышу я это слово. Не хватало, конечно, мне от Анжелики этого. Она только возмущается, да и никакой благодарности. С холодильником, конечно, тоже стало посложнее. Раньше был целый холодильник, теперь вот всего лишь одна полочка. С редиской, хлеб, супчик, бананчик. На что места хватило, тем мы радуемся. Живу одна. В холодильнике теперь пусто, колбасы здесь нету. Ну вот видите, пустота. Даже немного непривычно, что нет награбождений вот этих постоянных. Вот родители картошку передали, можно приготовить что-нибудь покушать. Сейчас бы вот картошку взяла, он бы мне сказал, спасибо скажи. Или там нож бы подал, и я ему должна, спасибо за ножик, Саша. Любил, когда мы вместе готовили. И у нас это получилось быстро очень. Но вообще в доме грустно. Приходишь одна, ложишься одна, ешь одна, завтракаешь тоже одна. Дико непривычно, потому что, когда ты столько лет уже не один, никогда не бываешь один. Очень трудно к этому привыкнуть. Тишине постоянной, никого нету. Вот, кстати, хозяева квартиры, это Влада, Леша. Леша сейчас в командировке. Но он не против, что я здесь живу. Что мы здесь делим эту квартирку. И вот мой личный уголок, где я сплю. Места, конечно, тоже мало. Не помещаюсь на кровати. Ну и в целом это, конечно, сильно неудобно. Ребятам, если когда нужно куда-то встать или уйти, я уже не могу лежать, как я захочу. В общем, дискомфортно. Очень сильно дискомфортно. Ну вот, собственно, это наша одна-единственная комната. Мы вели свой блог. Готовили большую фотозону, потому что очень хотели создать новую рубрику. Она у нас так включалась. Вообще мы вели блог, потому что мы очень хотели заниматься чем-то еще. Но сейчас все стоит. Заниматься этому некому. Ну, в общем, без Саши, конечно, вдохновения никакого нет. Кстати, вот мой гардероб. Все, что тоже хватило мне места. Мои вещи, рубашечки. У нас была такая особенность. Мы всегда спали под разными одеялами. Вот потому что я не могу спать под одним. Мне нужно свое собственное. У него было свое. Поэтому здесь раньше лежал плед, сейчас его нет. Сейчас только мое одеяло. От этого одновременно красиво и эстетично для меня, но немного грустно. Ночью очень комфортно, а под утро, ну, очень странно себя чувствую. Потому что хочется как-то так прижаться немножко. А ты такой... А там никого нет. Пустота просто. И все. Психолог Михаил Хорс дал Анжелике и Александру домашнее задание. Каждому свое. Александру необходимо разобраться в своих эмоциях в момент конфликтов, чтобы осознанно и своевременно реагировать. Для этого ему нужно выписывать, что он чувствует, когда на него повышают голос. Ну, мне обидно. Обида. Я не понимаю, чем я заслужил такое отношение к себе. Я чувствую несправедливость. Я чувствую боль. Ну, конечно, когда кричат какие-то посторонние люди, то это агрессия. Ну, а если это кто-то из близких, тогда, я думаю, мне будет страшно, что это перерастет в сильный конфликт, страх потери. У Анжелики задание от психолога на проработку терпеливости. Чтобы она научилась владеть своими эмоциями, ей необходимо смешать рис с гречкой и разобрать их на две горки. Издевательство. Ну и что, мне вот это вот, сколько это, час перевирать, что ли? Ну, идиотство какое-то. Я услышала это задание и сразу для себя поняла, что это полный бред. Дочь, на, малину тут надо чуть чикни. Угу, хорошо. И в ведро. Ходим к психологу. Молодцы. Чего психолог говорит? Помогает? Психолог – это хорошее... Да вот задание мне задал. Я вот не знаю, вот пап, сказал насыпать в тарелку гречку с рисом и сидеть ее перебирать. Ну... Типа это мне поможет с вспыльчивостью справиться. Да, поможет, согласен. Этот психолог сказал? А сколько килограмм насыпал? Просто тарелочку, просто насыпать на глаз. Ну, я тебе больше дала. Да как может гречка с рисом помочь? Я вообще не понимаю, глупость какая-то. Однотипное занятие очень помогает. Мы же ландшафтники. У нас бывает такая работа, тоже она бывает такая однотипная, нудная и долгая. Например, замазывать между камнями раствором щели. И тут сидишь полтора-два часа, замазываешь раствором щели. Ты там чего только не подумаешь, о чем только не все переразмышляешь. Это тебе не гречка с рисом. Ну, вообще, как думаете, нам может психолог помочь? Ну, хороший психолог, конечно, может помочь. Вообще должна и сама как бы себя анализировать. Сколько можно-то уже. Надо уже как-то взрослеть. Вы вообще как считаете, я с детства спыльчивая? Да. Конечно. Ты вся в меня. Ну, эмоционально, не испыльчивая же прям. Ты все время пытаешься свои лидерские качества провернуть. Я свои лидерские. Мужчина есть мужчина, а он как бы другое. Ну, ты же привыкла к спыльчивости папы? Чего, Саша, не можешь привыкнуть, что ли, потому что я вот такая? Ну, к этому тяжело привыкнуть каждый раз. То себя сдерживаешь, то ваше внимание не обращаешь, то как-то уходишь из этой ситуации. Жизнь – это такая штука, особенно когда живешь вместе. Нужно как-то подстраиваться. Это не просто так, как вот вы дружили, там ходили, у вас букетный роман, вот это все хорошо. Построили семью. Надо ее каждый раз по кирпичику так и слаживать. Я предполагала, что они захотят, чтобы я перебирала эту гречку. Ну, знаем его папу, он бы сел и перебрал гречку. Гречку и рис. Ну, я совсем не хочу этого делать. Ма, а что там для тебя? Мясо тебе приготовил, я же тебя тут жду. Просто мясо? Только одно мясо? Да. Ты же любишь мясо? Тогда, слушай, 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 побольше можно, пожалуйста? Побольше? Да. Пожалуйста. Спасибо. И помидорки, конечно, буду. Посолить? Если можешь, да. Спасибо. Александр приехал к родителям во Фролово, чтобы рассказать, что Анжелика хочет вернуть его в семью с помощью телепроекта. Его отец сейчас на вахте на Сахалине, поэтому сына встречает мама Светлана Валерьевна. В общем, мы на проект пошли же. Делать вам нечего на проект. Сами не можете помириться? Он психолог очень умный, он много чего понимает. Психолог, конечно, дал мне интересное задание. Как он? Он говорит, я должен написать, что я чувствую, когда на меня кричат. Ну и что ты чувствуешь? Я даже агрессию иногда чувствую, понимаешь? От Анжелики, что ли? Нет, ну на меня кричат, на меня ругаются. А я хочется в ответ что-нибудь погрубее сделать. Не дороже. Тихо, кушай. Надо было разогреть, наверное, место. Остыло уже. Нет, все в порядке, спасибо. У нас просто дома так никогда скандалов не было. А что, не знаю? Ну, вот если, допустим, на тебя кричат, да? Вот ты что чувствуешь? Ну, тоже, обиду, конечно. Ну, обида, вот, злость. Я думаю, это обычная, обычная реакция. Разве нет? Ну, я просто не понимаю, за чего скандал? Ну, помилочную какую-то. Она хотела, чтобы я, допустим, посуду с вечера помыл. Ну. А я посуду решил утром помыть, но устал я, да, допустим, за день. Ага, она не понимает этого. Все, да, скандал сразу. Я всегда шла на уступки. После встречи с психологом, бывшие супруги решили продолжить эксперимент и попробовать повторить приятное воспоминание по методу якоря. Сегодня они идут к ЗАГСу, чтобы заново прожить эмоции от бракосочетания. Помнишь, как? Ай! А в прошлый раз ты меня на руках удачил. Да? Да. Ну, сейчас могу вот так вот посмотреть, мир у тебя показать. Сделаем, как было. О, так и да! Съемочная группа проекта попросила случайных прохожих поддержать Анжелику и Александра и покидать в них рисом для создания праздничной атмосферы. Как мы долго выбирали это место, чтобы было все красиво? Самое смешное было это шампанское. Шампанское? Которое все было на твоем платье. Ну, тебе, может, было и смешно. Мне было вообще не смешно. Когда я представляла свадьбу, я думала, что мы здесь сделаем фотку на память. Но не сделали. А может, потому что не сделали? Поэтому все пошло не в том направлении. Давай. Ну, давай, сделай. Это интересно вспомнить заново, знаешь, так? Самое страшное было это вот стоять вот эту секундочку, когда все тело дрожит. Как будто бы вернулись в тот день. Заново, да. Как будто бы, значит, опять спросят, вы согласны быть мужем и женой? Если бы тебя спросили, ты бы что ответил? А ты бы что ответил? Не скажу. Тогда я тоже не скажу. То событие радостное, когда он выносил меня на руках из ЗАГСа. И испытываешь очень такие воздушные эмоции, что-то такое эмоциональное. Позитивных эмоций уже как-то не ощущается. Больше ощущается, что нужно выполнить какую-то задачу. Какая-то такая монотонность. Чувствуется просто, что надо идти. Как у вас дела с домашним заданием? Мое задание было таково, что я чувствую, когда меня грубят, оскорбляют. Ну, что-то новое о себе узнали? Что-то дало вам это упражнение? Во мне откликается какая-то обида. Моя деревенская бабушка говорила, что на обиженных воду возят. Я все время не понимал, в чем смысл этого высказывания. Как вы его оцениваете? Обиженных как-то используют. Через обиду человеку легче манипулировать. Как ваши домашние задания? Я не сделала. Это издевательство полное. Вот это вот сидеть, надо этим рисом. Не выносило. Ну, тебе задание дали? Что, сложно сделать? Я? Не хочу. Почему я должна? Ты не хочешь узнать, что там результат будет в итоге? Не хочу. Умеете полное право, да, у вас есть время для работы со своей эмоциональностью. Вторая причина развода пары – отсутствие благодарности со стороны Анжелики. Какого уровня поступки достойны вашей похвалы? А он хочет, чтобы я его хвалила за каждую мелочь. Ты изначально согласился делать завтраки без вот этих скобочек? А теперь ты спустя 500 миллионов лет пытаешься эти скобочки добавить? Близкий вам человек говорит, ты знаешь, я 7 лет думал, думал, и вот теперь я хочу вот так. От мужчины обычно эта фраза значит только одно – ты меня хвалишь меньше, чем я хочу. Но ее тоже важно научиться правильно говорить. В данном случае эта фраза может звучать так – я буду благодарен, если ты меня будешь чаще хвалить. Я был бы благодарен тебе, если бы слышал похвалу чуть-чуть чаще. Я бы хотела замечать моменты, в которые я должна тебя похвалить. Не должны, Анжелик, не обязаны. Не могу, я не знаю. Скажите о своих чувствах, когда ты меня… А что? Что он должен такого сделать, чтобы я такая молодец? У вас похвала – это что-то сверхценное, чем можно одаривать своего близкого только в случае какого-то… Достижения. Геройского достижения. А вот видите, оказывается, нет. Оказывается, можно просто дежурно хвалить близкого человека, если ему это важно. Похвала – это не сверхценность. Ее можно одарить людям. Ты когда хвалишь, ты вкладываешь в эту эмоцию. Нельзя просто на автомате. Хвалить можно неискренне. Какая вы умная, Анжелик. Вот я прям смотрю на вас и поражаюсь. Видите, можно, оказывается, хвалить и неискренне. Нет, нельзя. Я же только что это сделал. Что сейчас происходит, Анжелик? Ну, что кажется, что ты приходишь в тупик. Вот зацепила это. Что делают взрослые люди, ребята? Вот они шли-шли, куда-то пришли, куда не ожидали. И есть несколько вариантов, что делать дальше. Взять карту, подумать. Если карты нет, что делать? Вернуться назад. Что еще можно сделать? Стоять на месте – это значит дать кризису право быть. Слушайте, ну я больше 25 лет в браке. Если бы у нас не было бы кризисов, мы бы не стали лучше. У каждого свой язык любви. Кто-то его через похвалу, кто-то через заботу и защиту. Разумная похвала, дозированная, она мужчине позволяет расправить крылья. Пусть даже мы немножко не чувствуем, что мужчину вот есть за что хвалить. Но иногда стоит именно для того, чтобы его было за что хвалить в будущем. Каждый из вас берет по стаканчику. Пейте из этих стаканчиков. Ну там ничего нет. Да? Пусто. Правда? Давайте теперь вот представим, что это не просто вода, что это похвалы. Что вы с этими похвалами можете сделать? Остановитесь. Мне кажется, после того, как мой стакан уже полный, я был бы готов даже поделиться и своего стакана. Угу. Чудесно. И сказать ей, какая она прекрасная. Берем мы вот такой стакан теперь. Александр, вы держите. А Анжелика наполняет ваш стакан. Угу. На какое-то время стакан вроде бы наполнен, а потом вода уходит. Крепко бы подумать похвалы, почему ее мало. Так вот, чтобы с этими дырками что-то сделать, важно признать, что, во-первых, они есть. Когда-то кто-то ранил? Может быть. Психолог проекта Михаил Хорс дает им домашнее задание в стиле арт-терапии. Нарисовать, как выглядела их супружеская жизнь до развода. Выполнять это необходимо вместе, чтобы правильно настроиться и не уходить в старые обиды. Но не показывать друг другу и не комментировать до следующей встречи с психологом, чтобы не возникало желания исправить рисунок. Ой, ничего страшного. Все, хорошо. Ты хочешь себя потерять ваше отношение? Ну, конечно, не хочется, да, потерять все. Это больше как облегчение, ну, то, что примерно начинаешь понимать, как дальше действовать. То есть, ну, блин, мы все равно вместе, ну, долго. Практика со стаканами прямо откликнулась во мне. Прямо как будто бы я ощущаю себя, как это проколотый стакан. Александр и Анжелика работают аниматорами в агентстве по организации мероприятий. Сегодня их компания проводит промо-акцию. И Давиденко должны раздавать воздушные шары потенциальным клиентам в городском парке. Они продолжают работать вместе, несмотря на развод. Голову бери. Лик, чуть-чуть активнее. Разберусь. Жалко, не я первая тебя надеваю. Ничего страшного, погреешься. Вообще-то это не честно. Ты должен был первой одеться, не я. Все, погнали. Надевай. Мне мою надевай. А мне, может, тоже поможешь, не? Все, пошли. Посмотри, не видно ничего? Все нормально? Нормально, пошли. Иди вперед уже. Лик, ты только в ступеньку увидишь, нет вообще? Увижу. А то у тебя обычно проблемы с этим. Я тебе сейчас руку подать уже не смогу. Почему? Не упади только, ладно? Разберусь. А то потом медведя собирать будет тяжело. Я еще быстрее тебя дойду. Стой. Стой, ступенька. Я вижу. Иди. Я уже спускаюсь. Иди. Все, окей. Тебе надо обязательно последнее слово сказать? Может, уже успокоимся и работать будем, нет? Лика, ты так всегда будешь впереди просто идти? Может, мы как-то вместе? Мы же вроде как бы на один с тобой заказ приехали. Мы еще не дошли же. Там дойдем, там будем. Ты не убегай, наверное? Я не убегаю никуда. Я просто иду своим шагом. Мне так легче. Чем медленнее я буду идти, тем быстрее я устану. Привет! Привет! Идите обниматься! Мы вас ждем! У нас шарик для вас есть. Все от чистого сердца, с любовью, только для вас. Ну вот ты детей напугала. Я никого не пугала. Это ты идешь такой огромный. Обнимашка! Медведя два, а обнимашки тоже две. Как это? Нет, нет, нет. А у нас для вас шарик. Идите, идите, не стесняйтесь. Скорее, скорее, подбегай, подбегай. Мы ждем тебя. Беги, беги, беги. Привет! Обнимашка. Обнимашка. Я первая. Анжелика вечно недовольна. Вот вечно я что-то делаю не так. Вечно я все что-то криво, косо. Вечером после работы Александр приезжает к Анжелике, чтобы выполнить совместное домашнее задание от психолога. Каждому предстоит изобразить в виде рисунка, как выглядела их супружеская жизнь до развода. Но не показывать друг другу рисунки до встречи с психологом. О чем думаешь, когда будешь рисовать? Думаю про начало и как его вообще показать мелками. Все, не смотри только. Ты по-честному. Ты тоже не смотри. Не, я хочу увидеть потом. А ты человечков рисуешь? Не скажу. Я уже примерно вижу твою картинку. Это, наверное, какие-нибудь ступеньки. И по ним идут человечки. Ты куда-то такую похожую рисовал. Да? Ну, мы с тобой вместе это рисовали. Ты рисовал, а мне показывал просто свои планы. Я уже тоже представляю твой рисунок. Ну, давай, удиви. Мне прям интересно. Мне кажется, сейчас просто возьмешь мелки, все сразу. И одну кляхсу сделаешь. Почему? А ты же творческая натура. Тебе долго еще? Я практически все. На чай не останешься? На чай. Да не. На чай не останусь, спасибо. А буду старована. Да ехать далеко уже. Да? Ну, давай. Я чувствовала, что ему некомфортно со мной. Сейчас мне очень неприятно. В ходе эксперимента бывшие супруги Александр и Анжелика продолжают повторять приятные воспоминания по методу якоря. Сегодня Александр позвал Анжелику кататься на мопеде, так же, как делал в период школьных ухаживаний. Кстати, ты, по-моему, тогда приехал, он был красного цвета и сказал, что ты принц на красном коне. Да, 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 да. Сегодня буду принц на черном коне. Проверим? Проверим. Давай, подожди. Схема сложная. Что ты? Сейчас. О! С полторочка. Что ты делаешь? А? Готов. Вот аккуратненько. Оп, и все. Ну ладно. Видишь? Еще умеешь. Держись крепче. Так, пропускаем. Помнишь, как ты специально делала скорость быстрее, чтобы я к тебе приближалась? Так я и сейчас так могу сделать. Поехали! Саша! Давай, давай! Слушай, нас на самом деле на скутерах, мотоциклах очень много связано, да? Лучше, да. Наше знакомство было на мотоциклах. Как я тебя довезла дома? Да. Как я бросил там всех своих ребятам. Прям бросил. Да, я вот пожертвовал своим времяпрепровождением и поехал тебя отвезти до дома. Слушай, а тебе хочется все вернуть вот просто с самого начала, с самого первого дня? Если отмотать назад, я бы прожила все точно так же. Не знаю. Ну ладно. Оп, все, мы на месте. Слази. Давай, давай. Секунду. Прошу. Что? Ну, ты же тогда хотела за рулем покататься? Я там немного повредничал, потому что сам еще не до конца умел. То есть тебе 7 лет понадобилось, чтобы меня заработать? Тебе я тогда точно доверить еще не мог. Сейчас могу. Ключ повернула. Ты кричишь на меня. Ключ повернула. Так. Все, хватит. Не надо давить. О, было мою штуку. Лапку дернула. Лапка это что? Своей лапкой дерни вот эту лапку. Вот это? Вот это. Я тебе про газ говорил. Чуть-чуть сильнее газом надо поддать. В смысле, а что, сложно? Это ключ. Это ключ. А что, сложно сказать сразу, что ключ сразу, газ потом лапку? Нормально, объясняй. Я по-другому тебе объяснял. Ключ, лапка и газ одновременно. Понимаешь? Ну, сильнее лапку. Ну, дерни ты уже по-нормальному. Что ты кричишь на меня, я не пойму. Можно поспокойнее объяснять? Ты как будто бы просто прикалываешься. Тебя тоже так учили водить, что ли? Вот так орали? Нет. Я не могу, я начинаю нервничать. Зачем ты на меня кричишь? Я первый раз пробую. Я нормально учу, нормально учу. Просто тебе подсказываю. Что? Куда там его прийти? Ты повернула, ты уже ключ. Ты второй этап уже можешь сделать. Я не говорю, уйди сама. Отстань. Сейчас я. Сильнее. Сначала дерни лапку. И только через полсекунды. В обратную сторону? Какую в обратную? Вот на себя это газ. Ты, ***, я вот это все это время туда крутила. Я, ***. Ты же вот такой учитель тут стоишь. Что-то не объяснило. Обезьяна с гранатой. Вот по-другому не скажешь. Чего? Да. Иди ты, ***. Со своим скутером. Телефон свой забери. Ну, в общем, перешли к такому этапу. Скоро нужно принять решение. Возвращаемся, не возвращаемся. Мы вот подумали, хотим собрать две семьи. Саша придет, мама Сашина. И все вместе поговорить, обсудить. Вообще хотим ваше мнение услышать. Что вы смотрите. Правильно, конечно, надо. Надо все вместе, чтобы каждый не тянул в свою сторону. Чтобы обсудить все это дело. Пап, мы тут собираемся собраться со всеми семьями. Саша, мама Саши придет. Проговорить про нашу ситуацию. Вообще ваше мнение услышать все. Вечером. Ну, я не против. Почему бы и нет? Попробуем разрулить вашу непростую ситуацию. Может быть, что-то изменится. Разговор всегда помогает. Ты слушай, слушай. Дома дергали. Да мы уже много надергали. Это хорошая идея. Давай. Хорошая идея. Я поддерживаю. А то сидит уж развеся. Работу давай. Ну, это же родители. Конечно, они придут на семейный совет. Захотят сказать свое мнение. Свою линию. Внести лепту. И чтобы мы обязательно послушались и сделали, как они скажут. Санек, ты на одно место не лей. Ты цветочки везде полей. Чтобы красиво было возле бассейна. Дело к тебе есть. В общем, мы хотим совет семейный собрать. Хотим еще раз все вместе обсудить. Еще раз посоветоваться. Поучаствуешь в нашем совете? Да поучаствую. Ждем тебя? Конечно. Спасибо. Мама думает, что на проекте мы вот просто балуемся. Поэтому она просто немного недовольна тем, что мы решили именно таким путем пойти. Согласно правилам проекта, Александр и Анжелика встречаются с общими друзьями, с которыми они общались, когда были женаты. Ходим на терапию, к психологу. И какие результаты? Пока ничего не понятно. Я буду на стороне Лики. Вот какая, да? Я, конечно, ничего не против. Я не могу, я вас двоих люблю. Давайте не будем, пожалуйста. У нас же сегодня такой хороший день, может быть, о чем-то хорошем поговорим. Ну, как вас хотели выгнать с общаги, например, из-за того, что вы выжили вместе. А помните на край? Я какую-то записку оставила. Ну, это было, конечно, стрёмно, потому что все ходили и читали эту надпись. Просто вот такой огромный лист, и там было написано, что уважаемые студенты, молодые семейные пары, если вам так хочется совместно проводить время, в ЗАГС напротив, квартиры есть отдельно. Слушайте, ну на самом деле вы вообще как-то в компании не так себя ведете. Вот вспомните, как мы отдыхали в Египте. Какие вы были веселые, счастливые. Особенно, когда ты в мистере-отеле участвовал. Я видел те истории. Я видела, да. Эту гориллу, помните? Здравствуйте, участник. Как вас зовут? Русский царь. Алика там какая-то звезда со стулом. Вообще и такая поза, и такая. Я вообще шокирована была. Пойдем мячик поиграем. Ну, да, идите. Бамбинтон? Играйте в свой бамбинтон, мы поиграем в мячик. Объясни, пожалуйста. Ну, я до конца все равно не понимаю. Все же было хорошо. У всех есть лед, у всех есть падение. Ну, такая прелестная пара была. Я вот так обоих любил. С чего все началось-то? Она, как мне кажется, начала слишком много претензий. Как будто везде я только должен ей. Пробовал я ей об этом говорить? Да сто раз, Серый. Не знаю, не слышит, может, человек. Может быть, я плохо говорю. А этот вопрос обсуждали с психологом? С психологом, да. Мы это уже обсуждали, мы уже поднимали эту тему. Когда у ребят случилась история с ребенком, это был очень сильный удар для всех вокруг, потому что никто этого не ожидал. Это было как снег на голову. И я думаю, что это очень сильно отразилось на их отношениях. Я думаю, что они даже между собой были до конца нечестны. Друг другу сказали, что да, мы переживем, мы сильные, мы идем дальше, но все равно были недосказанности. Я в вас верю. Все получится. Решайте свои проблемы. Забирайте своего мужчину домой поскорее. Что, надоелся? Да нет, нет, все нормально. Он вообще что-нибудь говорит тебе? Ну, он скучает по тебе очень. Ну, как ты это понимаешь? Да по нему видно. Ну, что, я его знаю первый год, что ли? Нет. По нему это очень видно. Да, и на работе он совсем другой стал. Серьезно? Угу. Сама не замечаешь? Ну, мы на работе как бы, как на работе ведемся, как обычно. Как будто ничего не происходит. От этого даже на самом деле как-то холодно и непривычно. Ну, типа, что у меня просто коллега. Они искренне любят друг друга, но пока не могут этого в данный момент показать. Вот наше начало. Мы немножечко на разных, так скажем, вибрациях с ним находимся. Это период страсти, бурный такой кружок, когда вообще не было ничего вокруг, вот только вот такой комочек. Тут начали бытовые проблемы, бытовые притирки, которые каждый день были вот так. Тут мы уже как-то притерлись, начали вроде как будто бы вместе двигаться. Это глубокий период армии. Возврат армии и это вот свадьба, самое красивое событие, самое приятное. Это период наступления беременности и ее конец. Это момент как раз очень сильный след в нашей жизни, поэтому он такой темный. Мой рисунок начинается, наверное, отсюда и отображает нашу тоже с тобой жизнь. В один из мгновений мы выбрали путь, который был для нас самым интересным и самым приятным. Вы свое прошлое нарисовали оба схематично. Скорее всего, ваш психотип более-менее похож. Вы ближе вот туда, к рациональности, к схематическому представлению о жизни. Третья причина развода пары не смогли пережить общую трагедию – потерю ребенка во время беременности. Так случилось, что ребеночек был с отклонениями. Мы об этом узнали на сроке 20 недель. Нас поставили перед выбором либо сохранять беременность, либо прервать, потому что ребеночек был несовместим с жизнью. Запланированная была беременность? Да. Да, она была запланирована. Прошло гендер-пати. Мы узнали, что у нас мальчик. Прошел скрининг, который по срокам. И там врач сказал, что у ребеночка сердечко, одна половинка недоразвитая, одно легкое тоже из-за этого не смогло в норму развиться. И небольшая опухоль на мозге. Диагноз татра до фала. Спрашиваем, что нам дальше, что делаем? Она говорит, вот идите в перинатальный центр. Там уже собирали комиссию, вердикт был такой, решай, что ты будешь делать. У тебя есть два выхода. Либо сохранять, либо прерывать. Сказали, если сохраняешь, рожаешь, выживет, не выживет, мы смотрим. Если выжил, класс, повезло, его режут. Вот мне прям вот так говорят, таким вот серьезным, жестким языком. Его режут полностью, раскрывают грудную клетку, вставляют туда какую-то штуку. И опять зашивают и ждут, выжил, не выжим. Если выжил, вскрываем, меняем эту штуку на другую, опять зашиваем и опять смотрим. Даже если сердце не заставит работать какими-то хирургическими способами, у ребенка будет отставание в развитии. Мы приняли решение, что будет прерывание беременности. Расскажите, Александр, потому что по вам-то видно, что вы чувствуете. Просто, ну почему? Что такого случилось? Зачем это нужно? Очень важно в этой ситуации себя простить. Да, мне больно. Скажите, мне может быть больно? Да, мне может быть больно. Я не обязан быть сильным всегда и во всем. Я не обязан быть сильным всегда и во всем. Не с этого ли периода ваш разлад начался? Это, да, повлияло. С этого периода просто как отсчет пошел. Я его просила пойти к психологу хотя бы там один раз. Он не пошел. Я ходила в терапию. Я вообще считаю, что если с этим столкнулась пара, они обязаны пойти и проработать это с психологом. Как поддерживать друг друга, если произошла трагедия и люди теряют детей, рожденных, нерожденных? Важно, чтобы исходила эмоциональная поддержка, тактильная. Желательно проработать плана, что мы будем делать дальше, как мы дальше будем строить свою жизнь. Через три месяца после потери близкого человека горюющему должно стать немножко легче. Вот если ему легче не стало, это первый признак, что ему нужна помощь, специалистов, медикаментозная помощь и так далее. Сейчас я вас попрошу закрыть глаза, ребят. Взяться за руки. Скажите такую фразу. Я прощаю тебя. Я прощаю тебя. То же самое скажите сейчас вы, Александр. Я прощаю тебя. И теперь положите, пожалуйста, руки на плечи, Александру. Скажите такую фразу. Я прощаю себя. Я прощаю себя. Александр, положите, пожалуйста, руки на талию, Анжелине. И скажите, я прощаю себя. Я прощаю себя. Открывайте, пожалуйста, глаза. И можно садиться. Изначально я планировал еще одну встречу персональную провести с Анжеликой. Но в процессе сегодняшней работы я передумал и решил, что я встречу проведу с Александром. Дополнительную персональную встречу. Обычно в парах, которые прошли через горе потери ребенка, наиболее уязвимы все-таки женщины. Но в данной паре я увидел, что Анжелика вообще-то вполне себе проработана. Она посещала психолога. Она сама как-то применяла эти технологии, которые ей психолог дал. А вот у Александра я увидел прям серьезные проблемы. И поэтому решил пригласить его на индивидуальный сеанс. Потеря ребенка – это слишком тяжелый груз, от которого хочется поскорее как-то избавиться. Согласно правилам проекта, на шестой день эксперимента Анжелика и Александр встречаются с родными, чтобы рассказать им об эксперименте и желании снова сойтись. Я не понимаю просто, чего мы пока добиваемся. То ли перемирия, то ли полного разлада. У тебя ситуация вот в данный момент, у тебя разлад, да? Ты должен проорализировать. Как тебя не устраивает наша дочь? Вспыльчивая дочь. Вспыльчивая. Ну это же не показатель чего-то еще. Бывает и другое. Если это проявляется на мелочах, тогда это уже становится все сложнее и сложнее. И как-то терпеть, это выслушивать. А ты думал, семья – это так просто? Ну хотя бы какое-то взаимопонимание должно быть, правильно? Взаимопонимание пойдет тогда, когда вы проживете 25 лет. Вот тогда будет взаимопонимание. А сейчас какое понимание? Сейчас вы притираетесь и притираетесь. Взаимопонимание я свою собственную жену чувствую за 150 километров. Она только подумала о чем-то, а я уже знаю, что она хочет. И она тоже меня читает, как открытую книгу. А в данном случае ваше взаимопонимание, оно сейчас основано только на каких-то открытых проявлениях ваших чувств. То есть, если Анжела, допустим, чем-то недовольна, и она вспыливает, ты должен понять, что она хочет, и попытаться как-то урегулировать это все. Не, я все понимаю, конечно, это личный ваш опыт, это лично ваша жизнь. У нас совсем, может, по-другому. А ты что пылишь? У нас, видишь, дома просто такого не было. И получается, вот сейчас он видит эту скрыльчивость. А он молчит и терпит, да? Да, он молчит и терпит. Нужно показывать свои эмоции. А другая семья? Ну, а это уже твоя семья. У нас, конечно, такого дома не было. Вот, я привыкал, я всю жизнь жил с родителями. Там была тишина, спокойствие. Ну, извините, это же родители. Сейчас у тебя своя жизнь. Вы должны как-то притираться друг к другу. Вот, собственно, он мужик и включить. А психует она, а уходишь ты. Так я же психую не просто так. Я же психую, потому что у него вдруг появились какие-то замечания ко мне. Да, дочь у меня вспыльчивая. Всю жизнь была такая. Я думаю, что Саша мог бы своим темпераментом сделать мою дочь более спокойной, более уверенной в себе и чувствовать себя прекрасно. Просто никто не видит. Мы попсиховали, я выплеснула. Он стерпел. Бывает, наоборот, он психанул. Вы же ни с кем не прорабатывали. И вы же с отцом тоже ни с кем не прорабатывали. Нет. Ну, мы как-то вот так вот. Раньше не было психологов. Сейчас у вас просто молодой бзык, псих, я не знаю, как это обозвать. Но придется перетерпеть, перетоптаться, не знаю, и тебе, и тебе вместе. Поэтому какого от темы куда-то там брать и уходить? Нет. Мы вот сколько ни поссоримся, пришли спать в одну постель. Все правильно. В моей жизни это первый семейный совет. Я считаю, что родители могут повлиять на решение детей. Вообще, грустно. Все равно без Саши уже как-то отвыкло. Привыкаешь все равно со временем. Конечно, привыкаешь. Ну, все равно к человеку привыкаешь. К его характеру. К хорошему. Ты же мне хорош. Ну, что тебе, хорошо живется одному? Тяжелее. Я слежу за ихними эмоциями. И я считаю, что их семейная дальнейшая жизнь очень-очень перспективна. Я считаю, правильное решение сохранить их семью. А что они примут, это уже их решение. Александр приходит на индивидуальную встречу с психологом Михаилом Хорсом. Для проработки потери ребенка Михаил Хорс использует методику телесно-ориентированной терапии. Александру предстоит через контакт с собственным телом ощутить свои страхи, связанные с трагедией, а затем почувствовать возможности выхода из кризисной ситуации. Начинаем мы из сегодняшнего дня. Представляем, что вот эта история с потерей ребенка развивается по негативному сценарию. Делайте небольшой шажак назад. Со всеми конфликт. Так, а что с Анжеликой в отношениях? С ней будет сложнее всего в такой ситуации. Еще шажок назад. Дальше ухудшается ситуация. Анжелика нашла себе нового мужчину. Вы все-таки нашли какую-то опору, женщину новую. Но поскольку мы идем по негативному сценарию, она тоже теряет ребенка. Обвиняет во всем вас, потому что это второй потерянный ребенок. Уходит от вас. Что обычно, вот уж извините, ну не все, наверное, но большая часть людей в таком состоянии начнет делать. Я, скорее всего, прибегнул к алкоголю. Итак, вот человек, который был раньше вами, спивается, ходит по улице грязный, попрошайничает, делаете шаг назад. Дальше есть куда проваливаться? Дальше уже конец. Дальше смерть. Вот туда мы не ходим. Давайте подумаем, в этой ситуации есть хоть какая-то возможность в смерть не ходить? Конечно. Делаем шажок вперед. Здесь от вас ушла вторая женщина после потери второго ребенка. Какие есть возможности для вас? Нужно все обсудить, прийти просто к новому решению, пробовать жить. Да, делаем шаг вперед. Здесь вы окончательно полностью порвали с Анжеликой, у вас развалился бизнес совместный, но какие-то друзья еще рядом с вами, вы еще не начали спиваться. Какие сейчас у вас возможности есть? Я думаю, на этом моменте нужно было обратиться к специалисту. Делаем шажок вперед. Просто хочется уже все это отпустить и идти дальше вперед. Простить себя, простить там всех остальных. В какой-то мере получится. Если что-то не будет получаться, в этом нет ничего страшного. Протяните руки вперед, пожалуйста, не открывая глаз. Возьмите то, что я вам даю. Теперь можно открыть глаза. Сейчас это было такое серьезное путешествие. Скорее всего ушел такой страх неизвестности. Вы исследовали. И на каждом пути, возвращаясь обратно, вы понимали, что вариантов-то масса. Что я точно почувствовал, это не хотелось шагать назад. Но с каждым шагом вперед я чувствую, как становится легче. А как узнать, чего вы добьетесь в жизни, а чего нет? Только попробовать. Точно. Практика критерии истины. Как только я делаю шаг назад, я не знаю, как это объяснить, но это реально прям так и происходит. Ты все чувствуешь себя тяжелее и тяжелее. Ты чувствуешь, что как будто бы либо он давит на тебя, и вот непонятно, либо твоя фантазия на тебя так влияет, что хочется сжаться, спрятаться, и чтобы тебя никто не трогал, никто не видел. Так неловко, так некомфортно. С каждым шагом все сильнее и сильнее. Эксперимент по воссоединению семьи Анжелики и Александра Давиденко подходит к завершению. Два месяца назад супруги развелись после двух лет брака и семи лет отношений. Анжелика обратилась в программу «Бывшие 2.0», чтобы вернуть Александра. Согласно правилам реалити, бывшие супруги встречаются в пустом зале кинотеатра. Для них это сюрприз от проекта. Вот это самое первое фото. Да. Самое первое фото в нашей жизни. Оно так спонтанно было, помнишь? Да, да, да. Ты платишь. Угу. Смотри, какая у нас яркая жизнь. Как много счастливых моментов. Лик. Мм. Какой бы исход ни был, главное, чтобы мы не злились с духом друга. Я очень сильно тебя люблю. Всегда любил. Но твоя агрессивность, вспыльчивость, отсутствие своей благодарности очень сильно мешает жить. Я понимаю, что я тоже не подарок. И не такой идеальный, как ты бы хотела. Мы же такие разные. А противоположности притягиваются. Я хочу быть с тобой вместе. Это да? Я уже ничего не понимаю. Это да. Это правда. Ты чего? Ты так переживала просто. Я так скучала, мне так тебе не хватало. Нет. А можно было так не тянуть, а нормально ответить сразу? Что там за речь? Я уже думала, ты скажешь мне. Я просто хотел, чтобы мы поняли, что изъяны есть. С ними нужно работать. Ты кино смиришь? Нет. Анжелик. Это тебе. В знак нашего высоединения. Какой красивый. Спасибо большое. Спасибо. Я так тебя люблю сильно. Я благодарен тебе, что ты меня сюда привела. Я благодарен, что все получилось наилучшим образом. В общем, спасибо проекту. Это лучшее, что могло произойти с нами. Я думаю, самим бы мы вряд ли это начали. И то, что мы здесь смогли все решить, для меня это очень ценно. Я тебя люблю. И я тебя тоже. Так, самый главный вопрос. Когда обратно-то переехать, уже можно? Да, Саш, сейчас пошли за твоими вещами. Пошли. Чего ждать-то? Пошли. Пошли. Пока мы были там, то, конечно, все эмоции, да, наш психолог, он все позитивное у нас снова всколыхнул. Ну, как после свадьбы, все такое заново началось, вот это все. Ну, типа, со временем это все равно немножечко опускается на землю, так скажем. Да, пока мы были там, то есть все это было на максимальных пиках эмоций. Все было хорошо, весело, здорово. Но как только мы остались один на один, конечно, приходится все это работать над всем самим. Это намного тяжелее. Ну, просто презираемся заново. Ну, наверное, результат самый главный в том, что мы сошлись снова. И еще раз пробуем, еще раз даем друг другу шансы. Пытаемся как-то поменяться, как-то наладить. Это очень сложно, потому что мы оба очень поменялись. И я изменилась, и Саша изменился. Да, Лика работает над своими проблемами, над своей вспыльчивостью. Мне это очень нравится. Она вот даже пробовала гречку с рисом перебирать. Еще раз. Мне все равно это не зашло. Но я нашла себе другой вариант, как мне снимать стресс. Я раскрашиваю эти стресски. Вот эта монотонная маленькая работа, но когда я по итогу вижу какой-то, финальный результат, красивый картинок, мне такого больше нравится, чем я просто переберу рис с гречкой. Поэтому, да, будем работать. Всем огромное спасибо. Будем стараться. Посмотрим, что из этого по итогу выйдет. Да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok